самого доброго утра самой позитивной стране европейского союза ты заметил что я люблю снимать свои видео за рулем так вот слушай я когда еду машину колбасе так как будто я еду где-нибудь по африке какой-нибудь ну я как правило езжу по центру города риги слышишь как колдобит мою машину это прекрасная работа вену ты бы и рижской думы многолетняя классная работа но сегодня сегодня мы поговорим немножко не об этом сегодня мы поговорим о золотых мусорниках скажу сразу я умничаю очень много но с меня результата пока тоже никакого я очень надеюсь что мне получится красивый результат моей но пока не похвастаюсь зато получается усасканье и так заметь что надо заметить именно сасканье именно господин чакушин нашел эту проблему с мусорниками представляешь ему кто-то грамотно ее слил то есть напомню что десяток сделок на логичную сумму проходит в рижской думе да и те сделочки мы про них ничего не знаем а про мусорники ты посмотри как классно мы все узнали причем из удивительного представляешь что такое 10 лет быть в управлении городом риги и сасканье не знать ли как эти коррупционные схемы работают и сасканье не знать ли как эти коррупционные схемы можно аккуратненько раскатать и на блюдочке преподнести народу прекрасно знают но они идут более долгим путем это между прочим очень красивая предвыборная пиар акции я напомню вам что четыре года про ушакову никто не слышал и не знал тише воды ниже травы вообще тишина тишина и тут вдруг ты посмотри из каждого утюга сасканье 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 заметил я хочу быть предсказателем сейчас евро выборы пройдут и четыре года ты про них опять не услышишь опять не услышишь но сейчас же надо свою жопу посадить в дорогостоящие мягкое кресло поэтому предлагаю тебе поучаствовать не не выборах своего кандидата в европарламент а помоги ушакову устроиться на хорошую работу это акции на так называется ребята я нихера себе зарабатывал все это время я не представляю куда я пойду на работу представляете если ушаков не евро депутата чем он будет заниматься но единственно свою недвижку под оцель издавать ну администратором только единственное что может но вы сами понимаете это совершенно не его уровень прием же столько всего было сделано понимаете это птица высокого полета поэтому обязательно надо устроить господину ушакову еще на 4 года лучше пожизненно в евро депутаты это обязательно делается это очень просто по стандартной схеме мы бежим защищать бабушек защищаем защищаем подаем суд суд опять проиграли все плохие я хороший но бабушки за кого будут голосовать зоне и лужку а результаты у кого как оказалось у эстонцев те спокойненько поработали получили результат а эти только языком поработали и заметьте они свои деньги вкидывают не кисло вы знаете сколько один такой ролик примерно стоит посмотрите сколько у них этих роликов вылетает в сутки они сейчас каждого утюга и деньги у ребят нашлось и желание и время вот смотри они красиво подняли проблему с мусорниками и они и красиво решили представляешь мусорник за 1300 мы вот раз и достали мусорник за 300 ребят мусорник за 300 которые достали он реально стоит 190 по моему 7 закупи даже там спиздили что самое интересное у вас гигантский опыт как обворовывать государство в десять лет пиздили там просто вагонами ну что реально не знаете как раскрутить эту схему с откатами закатами рассветами и показать почему этот мусорник стоит вы правда этого не знаете вам надо подсказать наверно они пошли немножко другим путем они создали эту проблему и они и решили и теперь смотри соскани какие молодцы дедушкам бабушкам помогают чуть ли не в суд подали сейчас все получится мусорники вообще на место поставили но осталось только в космос летать на луну и обратно и в шлеме в скафандре ушакову вернуться как-то так и все это делается для того чтобы вот этот многолетний наработанный строй не трогать а у нас один фюрер один язык да одна партия и не бывает другой и соответственно одна оппозиция все . есть конечно аварийный вариант росликов но вроде такой народ не особо ему верят понимаешь поэтому лучше вернуть старую схему но это это возможно благодаря твоей пассивности именно ты допустил чтобы эта схема работала именно ты разваливаешь эту страну потому что есть примерно 37 тысяч человек которые не такие они проголосовали за распуск этого сейма а ты такой а ладно кто на их место придет а не буду я ничего делать ты представляешь максимум максимум твой что ты можешь сделать для этой страны это прийти проголосовать за распуск сейма и ты такой колеблешься не 24 на 7 вкалывать на эту страну и делать ее лучше и красивей а просто галочку поставить за распуск это такой но и не знаю даже не знаю пока ты пассивно сидишь чувак они пиздят твои деньги и ты можешь ахать и охать сколько угодно что закрывается школы почты больницы что у нас нет дорог мостов и виноват в этом ты это ты выписал им индульгенцию на то чтобы они из нашей страны делали помойку всем остальным по традиции хочу напомнить что латвия в любом случае самая позитивная страна европейского союза и живут здесь только добрые ну сука ленивые люди всем пока